Записи экрана, что мы вообще о ней знаем? Ну, записать экран не пида, а вот записать качественный и без подлагиваний, это действительно важная проблема. И поэтому, наверное, ты кликнул на моё видео. Но ты, наверное, до меня залез в другом видео, я знаю, это я чувствую, конечно. Но если тебе оно попалось первым, то поздравляю, давай тебе сейчас расскажу, какие программки тебе могут помочь. Стой, 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 брат, я всё прекрасно вот это ценю, всё твоё свободное время, там... Просто выслушай меня реально внимательно, что если представиться последней аналитикой моего канала, можно обратить внимание, что вот столько процентов подписан на мой канал, и это очень маленький процент. А остальные, которые смотрят мои видео, но не подписаны, они теряют очень важную информацию. И эта информация им реально хорошо помогает, поэтому, ну... Будь добр, ну не будь козлом, подпишись хотя бы. Ну не будь печальюся. Ну ладно, друзья, начинаем! Мощный компьютер, или мощный ПК, или мощный ноутбук, неважно, главное, что есть слово мощный, всё. Вам реально такой важный вопрос, потому что, ну... Когда я встречаюсь с человеком, у которого реально мощный компьютер, он почему-то это не использует... Ну... Чё за п... Почему вы не используете встроенные программы? Я говорю о тех, у кого очень мощные видеокарты от NVIDIA, ну или от AMD. Ну, я знаю, есть другие крякнутые программы, но это больше подходит как для средних ПК. Я не говорю, что эти программы очень плохи. Но просто, если вам уже дают программу, которая, ну, и так себя хорошо проявляет, и к тому же вы можете записать качественное видео, то это ненормально, если вы его не используете. Я говорю для тех, у кого есть NVIDIA GeForce, ну или AMD RAID. Блин, я забыл, как эта панелька правильно называется, но она тоже позволяет записывать нормально видео. Как раз именно эти программы позволяют вам нормально записывать видео без подлагивания и хорошем качестве. И там есть нормальная настройка для таких, как вы. Поэтому вот искать программу для того, чтобы записывать видео, вам не имеет никакого смысла. У вас и так уже есть эта программа. Вам просто её нужно активировать. Отдельные зацикливания производятся ещё на ОБСе, что каждый, наверное, второй ютубер начинает рассказывать о ОБСе и его же настройке. Да, туториов можно действительно поискать на ютубе, и эти туториалы могут, конечно, вам помочь, но у меня один вопрос. А вы хоть задавались вопросом, для чего был с самого начально его цель? ОБС был создан как для стриминговой части. Да, записать видео, конечно, можно, но не для самых ПК. Ведь, если вы присмотритесь к каждой инструкции, можно понять, что они включают что? Правильно, вот эту хрень. Ну, дополнение, то есть аппаратное ускорение. То есть у меня его просто нету. Ну, у меня его, ну, недоступно, вот и всё. В таких же ситуациях ютубер просто удалит, скорее всего, комментарий. Не, я, конечно, тут всё понимаю. Может, они и сами с этим не шарят. Это ваш будет выбор. Но я скажу как прямо, что ОБС больше предназначен, опять же, для стриминга. Но не для записи. Всё. Так, средние ПК. Вот они, знаете, и не мощные, но и не слабые. Они всегда на среднем формате. Я снова уж таки порекомендую вам использовать GeForce Experience, если у вас есть такая возможность. Ну, или от AMD. И, да, я могу закидывать вас разными программами, но мне пришлось небольшое тестирование. Да. Синий экран, привет. Да, оказалось, здесь в этом плане я подхватил синий экран. Первый из программ, которые я могу порекомендовать, это является Бандикам. Бандикам это как уже родная программа для средних ПК. Для мощных она тоже подходит, а вот для слабых, ну, знаете. Так, под пивко хватит. Но всё же Бандикам не единственная программа, к которой вам можно подходить. Кроме Бандикама, я могу ещё посоветовать такие же программы, как Screen Rig, Cam Tasty, Action и, опять же, ОБС мы втянем. Вот уже в такой ситуации ОБС может снова ж таки, да, программ очень мало, но к тому же, нашей основной задачей это не просто там взять левые программы прям вообще на ура. Я знаю, есть ещё программы или даже встроена от Windows или от других операционных систем, но, блин. Проблема в том, что нужно найти программу, которая прослужит очень долго. Поэтому, если что, для Windows юзеров привет. Однако, если у вас Linux или Mac, то получайте порцию, таких как Peak, GIF, Screen Recorder, но и тогда ещё можно порекомендовать как LUM. Они больше подходят как для слабых ПК, так и для средних. Для мощных они тоже подходят, но есть небольшие подвисания. Ой, слабый ПК, да. Вот со слабым и ПК тут действительно важный вопрос, то есть какие им же порекомендовать программы. Но, в первую очередь, я почему-то зациклюсь на Linux и Mac OS. Для Linux подходит это Коха. В плане Mac опять же LUM подходит. Но, скажу как есть, эти программы, опять же, больше относятся как к среднему и слабому ПК. На мощные вы можете всё же поставить, но могут быть и проблемы. А вот в плане именно у тех, у кого есть винда, то тут уже, я знаете, скажу как есть. Я очень долго занимался в плане именно для Windows юзеров. И поэтому получаете порцию. Таких как LUM, да, он, если что, тоже доступен для винды. Vocal Screen, такой хрен, я не знаю, что за хрен, но этот хрен, кстати... Блин, когда я записываю через этот Vocal Screen... Вот, кстати, этот кадр записывается через него тоже. Проблема в том, что его очень трудно настроить, что нужно реально много с ним повозиться. Но он выдаёт себе идеальный результат. Проблема в том, что, снова, если ты смотри внимательно от начала до конца, я уже полностью объяснил, почему OBS не стоит его часто упоминать или часто ним пользоваться. OBS это стриминговая программа, но не как для записи, поэтому OBS я не вставлял. Вы можете его использовать для записи экрана, я не запрещаю. Ох, итоги, да, итоги, итоги, итоги. Как вы помните про прошлое голосование, да, вы же как раз и выбрали именно вот это все записи, все эти программы. Но у нас же есть люди, которые голосовали за второй и третье, и я про вас не забыл. И как раз больше всего проголосовался за второй вариант. Третий я вообще его не буду записывать. Но про второй вариант, именно обзор ещё одного лаунчера по Майнкрафту, я, конечно же, сделал для вас, друзья. Говорю наперёд, это open source, поэтому перешарства вам вирусов нет. Ну а так, все, кто были со мной, до новых встреч до новых включений. Если появятся вопросы, пишите нам в Дискорд или в Гилдад. Ладно, с наступающим вас. Ня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»